Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто слушает Радио Болтком. И сегодня в рамках проекта «Культурная линия» на прямой линии с нашей студией писатель и историк Леонид Юзефович. Здравствуйте, Леонид Аркадьевич. Агромный. Добрый день. Добрый день. Эфир мы проводим совместно с нашими коллегами-журналистами Медиаклуба «Формат А3». Гостя эфира мы анонсируем заранее. И к нам поступают вопросы от читателей, радиослушателей, журналистов. Вопросов поступило очень много. Напомним, номер нашего WhatsApp для SMS и WhatsApp – 2-3-0-6-1-9-1. Вы можете писать. Мы будем принимать ваши вопросы. Веду эфир я, Ольга Авдевич. Со мной в студии моя коллега-журналист Наталья Захарьят. Здравствуйте. И начнём мы с поздравлений. Мы поздравляем Леонида Абрамовича с премией «Большая книга». По итогам года 2021-го, вот в конце декабря состоялась торжественная церемония вручения этой премии. Новый роман Леонида Юзефовича получил «Большую книгу». Это уже третья большая книга ваша, и у вас ещё есть два национальных бестселлера, то есть вы получаетесь очень титулованный у нас российский писатель. Спасибо, что вы нашли время для нас. И для начала расскажите нам немного вот об этой новой книге, называется она «Фил Эллин», и она есть в Латвии в продаже, в книжной сети «Полярис». Мы проверили, книга есть, её можно приобрести. И вот сейчас мы с вами поподробнее об этом поговорим. Ну, я очень рад, что в Латвии моя книга есть, потому что вот в Москве она продана после премии, и теперь вот мы ждём допечатку тиража. Это такой роман, который я начал писать очень давно. Он рассказывает об отношении в России к освободительной борьбе греков в начале XIX века, вот той самой, где умер Байрон. И вот такая вот малоизвестная страница и мировой истории, и русской истории. Тем не менее, вот в России было много людей, для которых вот греческая война за независимость была очень важна, среди них декабристы, среди них Пушкин, но этих людей у меня нет. У меня главный герой – простой такой русский афицер, который мечтает попасть в Грецию и в конце концов попадать. Вот вопрос из социальных сетей. У вас очень активная страница в Фейсбуке, у вас очень много подписчиков там, и среди первых читателей вашей новой книги, ещё до публикации, вы в Фейсбук отметили на вашей странице библиотекаря из Лепы, Светлану Карамыслова. Вот как представитель Латвии попал в ваше такое читательское экспертное сообщество? Ну, мне кажется, читательское сообщество на территории бывшего Советского Союза, оно как-то не делится по вот этому вот признаку. И у меня есть много читателей, там, где-нибудь в Узбекистане или в Казахстане. А Светлана Латвия Карамыслова – это просто мой близкий друг. Мы познакомились лет 15 назад в Москве на книжной ярмарке. Светлана просто пришла на беседу со мной, и по тому, какие она задавала мне вопросы, это ведь всегда виден человек по тому, о чём он спрашивает. Видно, как он читал мою книгу, видно вообще, что он читал. Светлана мне показалась очень интересным человеком, так оно и оказалось, и мы дружим уже 15 лет, и она бывала у нас в Сулкраске, где мы раньше до пандемии проводили лето. И мы встречались и в Петербурге, и в Москве. Но вот в Лиепе я так никогда и не побывал. И у нас ещё вопрос от ваших друзей, от книжной сети «Полярис», где, повторим, скоро появилась уже ваша книга, её можно приобрести. Вопрос от Марка Гурьева, представителя этой книжной сети. Ваш роман «Филолин» начинается как интеллектуальная игра, изящная стилизация русской жизни и духа времени начала 19 века, а превращается в философское размышление о войне. Почему вы выбрали именно войну греков за независимость от Османской империи, о которой, по сути, русский читатель мало что знает? Почему вас эта тема привлекла? Ну, мне кажется, вот самые последние слова, которые произнесли, которые вот в вопросах Марка Гурьева, они вот и отвечают на этот вопрос. О греческой войне за независимость в России сейчас почти ничего не известно. О ней нет монографий на русском языке. Все, что я знаю о ней, это я читал по-английски или переводили снова греческого языка, которого я, к сожалению, не знаю. И во мне силен такой вот просветительский порыв. Мне хочется всегда сказать какие-то важные для меня и для моих современников, как я надеюсь, вещи, но сказать это на материале, который мне широко известен. И о любом греке, она ведь мы все филейлины в какой-то степени, мы все выросли, мы лучше ни одной, нет такой страны, кроме нашей собственной, чью историю, мифологию и древнюю литературу мы бы знали лучше. Мы все знаем, мы все связаны с Грецией, мы все отсюда родом. А до России это еще, ведь наследница Древней Греции это Византия, а русская культура связана с Византией, и христианство пришло в Россию из Византии, поэтому наши связи достаточно близки и тесны. А вот в продолжение как раз темы, журналист Игорь Мейден спрашивает, чем лично вас зацепила тема греческой войны и сколько времени у вас ушло на создание романа? Ой, ну я свои книги пишу по множеству. Так, у нас пропала связь. Да, у нас пропала связь, сейчас мы попросим звукооператора может быть что-то там подправить. Так. Напомним, что с нами на связи писатель Леонид Юзефович. Мы говорим о его новом романе «Фил Эйлин», который посвящен неизвестной странице борьбе греков за свою независимость от Османской империи. И один из героев вообще у нас пропало. Мы можем попробовать заново подключаться? То есть мы сейчас ждем второго подключения. Один из героев этого романа – это император Александр I. Александр I не впервые возникает на страницах книги Леонида Юзефовича. Вот наш следующий вопрос был как раз об этом историческом периоде, об этом историческом персонаже. То есть подключение не происходит. Тогда, может быть, нам просто по телефону попробовать сделать соединение. Тогда сейчас мы прервемся на минуточку и восстановим подключение по телефонной связи. Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова И следующий наш вопрос от журналиста Елены Смеховой. Один из героев вашего романа – «Российский император Александр I». Вы обращаетесь к его биографии не в первый раз. Чем он вам интересен? Ну, я, наверное, по-настоящему первый раз обращаюсь к его биографии. У меня была такая повесть юношеская, где он действовал. И интерес мой к нему начался. Я жил на Урале, я вырос в Перми. И первые мои повести были по истории Урала. Ну, такие краеведческие материалы. И вот я узнал о том, что Александр I приезжал в 1824 году в Пермь. Он вообще был человеком, который много ездил по России. И первым человеком, который был на Урале, никто из русских императоров до него в восточной Казани никогда не был. И начался мой интерес к нему вот с того, что он ездил по России. Ему была интересна страна, которую он управлял. Его обвиняли в разных грехах. Его не любили и наши консерваторы, и продолжают не любить и наши либералы тоже, потому что он вроде как изменил таким свободолюбивым своим планом начало царствования. И в нем действительно по-человечески, если к нему относиться, у него есть много неприятных черт характера, но для меня важно, что это первый и, наверное, если не считать Екатериной, единственный интеллектуал на российском троне. Других не было. Мы не можем. Мы можем как угодно относиться к Николаю, Александру II, III, но по-настоящему интеллектуал со всеми присущими интеллектуалу особенностями, вплоть до того, что он тяготился властью и подумывал о том, чтобы от этой власти отказаться, это все-таки только Александр I. И не случайно вот эта легенда о старце Федоре Кузьмиче, якобы это был Александр I, я в эту легенду не верю совсем, тем не менее легенды возникают, они как-то связаны с человеком. Вот есть человек, о котором у Николая I такая легенда никогда не могла возникнуть. Она не могла возникнуть об Александре III, что он бросил там свой престол. И то, что такая легенда возникла об Александре I, это уже очень интересно и это очень многое о нем говорит. Вопрос от газеты «Суббота». Вы говорили, что писали роман так долго, что за это время даже изменилась политическая повестка и менялась несколько раз. Кто-то усмотрел в вашем романе параллели с войной в Донбассе, кто-то с конфликтом в Нагорном Карабахе. А вот вы сами такие параллели проводили, имели в виду и влияли ли эти события на вас, когда вы писали роман? Опять у нас сбои связи. Тогда мы сейчас отключаемся и набираем тогда по телефонной линии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По степени их вот Жертвенности и страсти С Фил Эллинами Вы знаете Вот на человека В истории есть два взгляда С одной стороны Мы говорим о том Что человек как физиологическое Существо Как биологическое существо Он не меняется Мы остаемся такими же Какими мы были 2000 лет назад Во времена Периква Или Фемистопла С другой стороны История не занимается Голым человеком У человека всегда есть одежда Одежда это Не только тот костюм Вот физическое наше платье Которое меняется С течением столетий Даже десятилетий А это еще вот Наши идеи Наши нормы поведения Которым мы подчиняемся Наши представления о добре О том что хорошо Что плохо Что допустимо Что недопустимо Вот эти представления Очень меняются Достаточно быстро И история И литература Занимается Человеком В одежде Из этих его Исторических представлений Поэтому Конечно Конечно Между Одетым Камычка Человеком Начала 19 века И человеком Нашего времени Есть Различия Но говорить о них Можно очень долго Но есть И что-то такое В культуре Что сохраняется Достаточно хорошо Культура Она вообще Консервирует Некоторые наши Нормы поведения Некоторые наши Представления И поэтому На вертеке Есть такие Просто ситуации Не склад А правда Что в юности Вы подавали Заявление Сами Вот Военкомат Чтобы вас Отправили Воевать Во Вьетнам Ну правда Я говорил Об этом Несколько раз Но я был Очень молодой Я был Очень глупый И никаких У меня Конечно Претензий К американскому Мериориализму Не было Особенно Я просто хотел Приключения Мне надоело Жить Верми Мне казалось Что Вот Я попаду На какую-то Очень интересную Войну Какие-то Жуды Что-то такое Вот это Чисто романтические Такое Романтические Представления О войне Я думаю Что если Я дополал То Я очень быстро Ужаснулся Потому что Там И же Леонид Абрамович В ваших книгах Неоднократно Возникает Тема Латышей В российской Армии Латышских Стрелков И цитата Из вашего Рассказа Я все Про них Понимал Кроме одного Откуда Они такие Взялись Что за Вулкан Выбросил В мир Эту Раскаленную Лаву Каким образом Из-за Недр Мирного Ни с кем Никогда Не воевавшего Маленького Народа Вдруг вышло Столько Умелых Идет Недр 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 Зареком Зарекомен Зарекомендовала В боях С немцами На северо-западном Фронте Еще в 17-м году Октябрь Перевариваются И Понятно Откуда Это Переведет Когда В юности Ну я Как бы Небольшой Поклонник Латвической Литературы И Латвической Поэзии Не самый большой Мне нравились Латвической Литературы Два Автора Это В детстве Я прочел Латвисиса Андрея Кубура И До сих пор Очень Люблю Эту Речь И Мне очень Нравился И до сих пор Нравится Поэт Александр Чак Это Единственный Народический Поэт Который Нравится По-настоящему Мне кажется Он Я не знаю Как ему Относится В Латвии Но Он Конечно Выдающийся Поэт Мирового Масштаба Если Кто-то Латвийский Литератург Может Претендовать На интерес Мировой То Это Чак И У него Есть Вот Цикл Стеков О Латвийских Стрелках Это Тоже На меня Конечно Есть Они Переводились На русский Чак Издавался Советский Время Сейчас Не Издают Ну Вы знаете Этот Юбилейный Год Чака Отмечался В Латвии Достаточно Широко И В Петербурге Впервые Полный Перевод Книги Чака О Латышских Стрелках Вот Был Выпущен В конце Года На Русском Языке Это Очень Интересно Я этого не знал Я Поищу эту книжку Он же Из России Он же Учился Здесь Он был Подводником Русских Поэтов Туристов Маяковского Он же Связан С русской Литературой Мы Поэтому Так его Воспринимаем Как Человек Близкого Нам Да И вот Переводчица Ольга Петерсона Она Во всех Своих Интервью Подчеркивает Что Очень Важно Было Чтобы Эта Книга Вышла В России Потому Что История Латышских Стрелков Это Общая История России И Латвии Конечно Ну Очень Жаль Что Музей Латышских Стрелков Переделали Музей Патрии Я всегда Когда прохожу Там рядом Раньше Я проводил Лето Латвии И Бывал Все время Я всегда В этом Грустил Я понимаю Что Музей Старый Латышских Стрелков Он был Я логизировал Политизировал Там Много Надо было Переделать Латыш Но То Что Его Вообще Убрали Мне кажется Большой Глупостью Хорошо Что Остался Стрелков Вот вам вопрос От Юлии Котовой Сотрудника Музея Усадьбы Чайковского Марк Твин Говорил Что Прошлое Не повторяется Но Рифмуется А Натан Эйдельман Говорил Что Об истории Должен писать Поэт Вопрос К вам Как к историку И поэту Как вы думаете Сегодняшнее Время Более всего Рифмуется С каким Периодом Из прошлого Вы знаете Любой период Рифмуется Любым Другим Периодом Потому что Рифмуем И не прошлое А наше представление О нем И поэтому Мы всегда Найдем В любом Периоде Мировой Истории Мы можем Найти Что-то Похожее На наш Сегодняшний день А спасибо Юлии Большой Ей привет Я хорошо Ее помнил По магазину Поляриц Знаю что Юлия Теперь работает В музее Чайковского Водкинске И вот Эта вот Фраза Римования О том Что Я не знал Фразы Марка Кедена Но она Конечно Ложится Мне Очень легко На сердце И должен Сказать Что Вот Я вырос Среди историков Историки Не всегда Читали Современную Литературу Но поэзию Историки Знают Хорошо Во всем Вчера Родили Историки Моего поколения Лучше знали Поэзию Чем просто Кристина Худенко Журналист Портала Делфи Вопрос К вам Как К историку В книге Путь посла Вы описываете Исторические Проявления Стратегии Российской Дипломатии Как вы оцениваете С точки зрения Дипломатии Ультиматум России О нерасширении НАТО Сейчас вот Все это Очень обсуждают Здесь надо Пояснить Что ультиматумом Это называют На Западе В России Проектом Соглашений США Было ли в истории Что-то такое Подобное И как Закончилось Ну Во-первых Я В том возрасте Когда я Не считаю Себя Обязанным По каждому Вопросу Иметь Собственное Мнение В молодости Нам кажется Что Любое Событие Любое Любление Требует Нашего Личного Мнения Я давно От этого Отказал Я не обладаю Достаточно Информации Для того Чтобы Делать Какие-то Выводы Поэтому У меня Никакого Мнения Относительно Этого Ультиматума Которое Было бы Интересно Хоть Сколько-нибудь Широком Круг Я могу Изложить Моей Жене Мне кажется Вот Аудитория Вполне Достаточная Для Моего Мнения Она Никакого Интереса Не Представляет Моей Книге Она Не О Дипломатии Она О Дипломатическом И Дипломатии О Формах Объединения Дипломат Я Не Качаюсь Суки Дипломатических Проблем Я Говорю Только А вот Газеты Латвийские Вести Журналист Людмила Нисимова К теме Вот этой Вашей книги Дипломатический Этикет В далеких Веков Не кажется Ли вам Что Вот Сегодня Дипломатия Уже Зачастую Лишена Этикета И как Боевые Единоборства Решаются Как вам Кажется Мне кажется Что Вот Мы Сейчас Идет Археизация Общества В значительной Степени Мы возвращаемся К новым Мужчинам Которые были Характерны Для Европы И для России В том числе До 18-19 Веков Средневековая Дипломатия Была Достаточно Грумбой Не нужно Думать Что там Послов Могли Посадить В дюрьму Могли Взить Могли Унизить Там Чего Только Не Идеализировать Там 16-17 Века Это просто Смешно Потом Конечно К концу 18-го Века Дипломатия В Европе Приобретает Такие Вегетарианские Вегетарианские Мы все-таки Не доходим До того Наших Дипломатов Я не знаю С них Чего Что Дипломатов Били Ну Тут же Бывает В Турции Вели Русского Посла Это же Не государственный Это Просто Какой Террорист И Так Чтобы Государство Брали На себя Ответ За Настивие Над Дипломатами Такого Больше Нет Метод Собственной Дипломатии Ну Тут Я тоже Не могу Я не думаю Что это Возвращение К прежнему Ну Конечно 19-й Век Всего И Жизненностью Но Это Вообще Такой Оазис Мировой Там Многое Чего Было Такое Чего Сейчас Нет Ну И Дипломатия Леонид Вы Как-то Сказали Что Поскольку Вы Выросли На Урале В русской Среде То Очень Четко Ощущаете В себе Некоторые Элементы Православной Культуры А вот Какие Это Элементы И представления Которые Вам Близки Ну Это Не Моя Фраза Это Я повторяю Фразу Замечательного Сыркателя Алексея Иванова Который Мой земляк Новый Из Перми Я Помогал В начале Когда Мой Я Услышал Эту фразу Верия К богатству Это В общем Так Как Кажется Четко Автовославной Культуры Есть Специфическое Отношение К роли Государства Мы Идущие Из Зализании Да Правитель Государь Государство Я думаю Что Завтра И людям Выражив Логика Католицизма Или Протестантизма Это Меньше Искому Не Свощем А Ведь Даже Из Зализании Император Сидел На двойном Троне Половина Трона Считалась Что Там Незримо Сидит Иисус Христос в нематериальное представление о счастье. Вот ваша цитата. Мне далеко не все нравится, что происходит в нашей стране, и тем не менее мое чувство патриотизма как-то обострилось, и я скорее стал большим патриотом, чем раньше. Вот с чем это связано? Ну, это связано просто с какой-то вот левящейся на уши, отоксюду, хотя у меня телевизора нет уже лет 15. Тем не менее, я все равно чувствую вот эту новостную повестку, я чувствую какое-то... Готово, да? Угу. Алло? Алло? Леонид Абрамович, вы нас слышите? Алло, Леонид Абрамович, вы нас слышите? Мы снова с вами на связи. Наверное, нужна еще одна маленькая музыкальная пауза. Попробуем еще раз переподключиться. На одной волне скоро. Леонид Абрамович, вы нас слышите. Угодная пауза. Когдаpect, мы заберем еще раз. Как что, у нас здесь уже Мы вот скачемся, чтобы мы сходим, как мы сходим, как мы сходим, мы сходим, Субтитры создавал DimaTorzok Да, мы прервались на ответе на вопрос о том, что сейчас вы стали чувствовать в себе больше патриотизма, нежели раньше. Почему? Ну, вы знаете, я, может быть, это неудачно выразился. Я стал чувствовать в этой напряженной обстановке, я стал чувствовать как-то больше интерес к своей стране, потому что мы с ней связаны. Вот эта пандемия, мы вдруг почувствовали, что мы очень сильно связаны со своей страной. Я не знаю, кто там прав, кто виноват, я стараюсь об этом не думать. Но я чувствую какое-то одиночество в России, в мире, да, а к одинокому существу у нас, я чувствую какое-то ее, какие-то ее несчастья, я чувствую массу нерешаемых проблем, которые существуют в России. И все это вот вызывает какие-то болезненные и в то же время, ну, вот такие чувства родства. У кого-то это вызывает, может быть, отчуждение, но вот в моем возрасте, вот я прожил здесь всю жизнь, меня Россия не обижала. И я ей благодарен. И вот отсюда вот эти вот, вот это скорее вот чувство родства с этой страной. Вот такого очень живого, кровного, теплого, болезненного. Слово патриотизм, ну, вот это, наверное, вот как-то чрезмерно пафосно. Вот я бы сказал родство. Вот вы знаете, в последнее время появилась тенденция навязывания, вот чувство стыда за прошлое, за сталинские лагеря, за то, что нужно покаяться, за вот эту советскую политику. Вот как историк вы считаете, стоит ли в принципе вот стыдиться своей истории? Ну, стыд это вообще не то чувство, которое мы должны испытывать. Пусть каждый сидится за свою собственную жизнь. Да, в каждой жизни, в каждого из нас есть такие события и такие вещи, которых можно стыдиться. Стыдиться за прошлое страны человечества, да? А почему тогда не стыдиться за прошлое человечества? Почему не стыдиться там за прошлое других стран? Я считаю, что это просто непродуктивно, потому что стыд это такая эмоция, которая человека угнетает, принижает, и это не нужно. Но думать, думать о прошлом и думать по-разному, конечно, это необходимо. А вот думать о прошлом. А как бы вы, как историк, объяснили успех акции «Бессмертный полк»? Вот такой вопрос есть. Алло? Опять же у нас пропала связь. Что-то сегодня? У нас сегодня бег... Магнитные бури? Бег с препятствиями, мы легких путей не ищем. Тогда пробуем снова переподключиться. Алло? Да? Да. Да-да. Вы меня спрашивали, как бы я объяснил. Успех акции «Бессмертный полк»? Ну, это, мне кажется, очень просто. Это же... Нам всем хочется быть причастным лично к событиям большой истории. Да? Если мы можем к этим событиям быть причастны через наших родных, совсем среди наших близких людей, среди наших ближайших предков, то это важно, это... Вот, собственно, и все. Леонид Абрамович... И политическая подоплека, которая тут накручивается, это просто быть причастным к величайшим событиям 20-го столетия через своих близких. Леонид Абрамович, ваш барон Унгерн в романе «Зимняя дорога» размышляет о вырождении Запада. Сегодня, спустя 100 лет, на ваш взгляд, действительно западная цивилизация сдает позиции? Ну, какие-то политические, сдает в культуре. Мне кажется, это общий процесс, потому что то же самое можно сказать и про русскую культуру. Что про французскую, что про английскую, что про русскую. Если мы сравним с теми высочайшими взлетами, которые были еще там 50 лет назад, то мы видим, что да, мы все что-то утратили. Но, наверное, что-то и приобрели. Это трудно сказать. Нет, я не готов говорить о вырождении Запада. Это мне все кажется очень грубыми категориями. Вот вопрос о вашем родном городе и о провинции. Есть такой проект в рамках большой книги «Встреча в провинции». И вы, как лауреат, побывали в разных городах. Как вам вот сейчас российская провинция? И следите ли вы за тем, что происходит с вашим родным городом? Ну, про родной город, конечно, я там бываю каждый год. И постоянно, и все. Я уехал из Перми, когда мне было 35 лет. Я же не учиться уехал в 17 лет, да, и потом... 35 лет – это огромный кусок жизни. Я там сформировался, я там начал писать. Там выходили мои первые книги. Там до сих пор вот кто остался, мои близкие друзья. Поэтому я, конечно, с иллюзиями. И мне кажется, что все наши города пережили очень большой расцвет вот в нулевых. То есть они в начале 90-х погрузились в ужасную разруху. Я помню, как я приехал в Воронеж и увидел... Вот вышел на вокзальную площадь. Это был 94-й год. И вот я вышел на вокзальную площадь. И чувствую, что что-то не так. А потом я смотрю, там сквозь щели между каменными плитами проросла трава в половину человеческого роста. Это было такое совершенно фантасмагорическое вот видение какое-то, да, вот из каких-то книг о будущем, о покинутых городах, разоренных. Да, конечно, это все было не так. И все-таки вот эта трава – это был, конечно, ужас. А какой был Петербург еще в самом начале нулевых. Вот я помню, после большого перерыва приехал в 2001 году в Петербург куча мусора. Вообще разбитый асфальт. Какой-то ужас. И вот я живу в Петербурге сейчас уже 15 лет. И я вижу, как он с каждым годом становится все лучше. И это касается и русской провинции. Ну, я должен сказать, что и Рига стала лучше. Я когда приехал первый раз в Ригу, помню, в году 2004, она тоже была гораздо хуже, чем сейчас. Это такое вот после 90-х годов. А какая была польза ужасная и какой она стала. Это же, я помню, я в Краков приехал в тот же году, наверное, в 97-м. Черт-те что вообще. А потом вот бывал там лет 5-6 назад. Это уже совершенно другой год. Ну и вот российская провинция, конечно, вот мой родной город, я по нему могу про это очень много говорить, Пермь, она пережила, в общем, такой вот подъем просто. Я понимаю, за счет чего это, да? Там закрываются заводы, люди там теряют какую-то уверенность. И тем не менее, внешне все-таки, конечно, это огромная разница с советскими временами. За одно это я вот нашу сегодняшнюю власть вполне признаю. За то, что изменились очень сильно к лучшему русские города провинциальные, за то, что стало меньше пьяных. А вообще Россия же изменилась. Мне кажется, она изменилась во многом лучше. Очень оптимистичный такой вектор задаете вы. И вопрос о современной... Я не знаю, что будет дальше. Мне кажется, что вот сейчас это как-то подостановилось все. Но это тоже... Да, сейчас подостановилось во всемирном масштабе. Все замерли. И непонятно, что будет дальше. А вопрос о современной русской литературе. Принято сейчас сетовать на упадок литературы. Ваше мнение о современном литературном процессе в России, даже в русле национальных премий? Ну, вы знаете, я все-таки стал мало читать современной литературы. Для моего возраста это нормально. Но я много читаю русской классики, которую я много лет не читал. А теперь читаю прям подряд. Подряд Чехова, подряд Тургенева, подряд Толстого. И вот я убедился, что вот действительно вот эта русская классика 19 века, это совершенно вот удивительно. Вот как есть живопись итальянская, да, там, 15-16 веков, и есть вся остальная живопись. И вот примерно то же с русской классической литературой. Я там в юности любил, там, Бабеля, там, или Булгакова. Все это с меня спало. Потому что если читать Чехова и Толстого, то ты видишь вообще, что такое литература вот в своих высочайших образцах. И все остальное это уже... Поэтому я вот сейчас могу говорить только про Тургенева, Чехова и Толстого. Но даже внутри русской классики меняются приоритеты. Да, вот если в юности я обожал Достоевского и Голгоря, то теперь я по-прежнему, они длинные и все такое. И тем не менее вот на первый план выходит Толстой и Чехов. И это вот два года я их читаю, не могу начитаться. И всем рекомендую. А про современную литературу я вот промолчу. А вот вопрос от газеты «Латвийские вести». Все-таки вот на ваш взгляд способна ли вообще классическая или современная литература сегодня влиять на формирование ценностей и каких-то нравственных основ у молодежи? И лично вам, интересен ли вам молодой читатель? У меня читатели молодые. Ну, то есть у меня много молодых читателей, потому что меня читают не только ради того, не только ради литературы, а ради той информации, которую я приношу. История же, она всегда интересует людей. И молодых людей история продолжает интересовать. Я вот помню, что в советское время, скажем, я учитель истории по жизни. И в советское время учитель истории, он был какой-то такой, историю дети не любили. Ну, только в младших классах. А литература – это был важный предмет. Но теперь наоборот. Теперь история – это важный предмет в школе. А литература – вот надо объяснять, зачем это нужно. Ну, я не знаю, как это все произойдет. На этом наш эфир заканчивается. Напомним, что в рамках проекта «Культурная линия» на связи с...